В прошлую нашу беседу мы говорили о том, что еврейский народ вышел из земли египетской и пошел в землю обетованную, но путь это из страны, которая является образом греха, смерти, идут в страну, которая является образом жизни, жизни преизобильной, жизни, в которой, как говорят словами Священного Писания, течет молоко и мед. И вот эта тема до конца осталась нами не раскрытой, и, возвращаясь к ней, напомню, что сам исход еврейского народа в пустыню совершается через Черное море, через воду, когда по действию силы Божьей вода становится одесную, и справа, и слева от идущего по руслу народа. И вот в этот самый момент, когда это свершается, как говорит, вспоминая об этом, погружаясь своим опытом, своим духом вглубь этого явления, как говорит об этом апостол Павел, что в этот самый момент весь еврейский народ крестится. Крестится во имя Моисея. То есть, что в данном случае понимается под крещением? Разумеется, не то крещение, которое совершаем все мы, вступая в Церковь. Но, тем не менее, это прообраз того истинного крещения, которое совершаем мы. Потому что люди, проходя через эту морю, они действительно умирают. Смерть действительно висит над ними в самом буквальном смысле этого слова. Потому что, с одной стороны, враг, который желает их истребить, справа и слева гигантские стены воды, и впереди неизвестная им пустыня. Кругом бездна, кругом смерть. И они проходят через эту смерть, только ведомые верой в Моисея, и Моисей ведомый верой в Бога. То есть, это действительно прообраз очень такой емкий и очень насыщенный образ того, что люди проходят через смерть. И главное, обратного пути им уже нет. Они не могут вернуться. Нет, конечно, если посмотреть на карту, то видно, что еще немножко они могут свернуть после этого Черного моря, выйти на караванный путь и вернуться. Но на самом деле вернуться они не могут. И то, что обратного пути нет, они сразу это не постигают, что вернуться в прежнее арабское состояние, в прежнюю страну греха, они, прошедшие через этот путь, они не могут. Очень емко, конкретно, с самым таким, вот, всей своей плотью, они понимают это тогда, когда они подходят, пройдя через пустыню, в течение практически года, совершая свое странство, они подходят к земле обетованной и вдруг отказываются в нее входить, в эту землю, почему я скажу, чуть пониже, и говорят, пойдем обратно в Египет. Действительно, то место, к которому они подошли, когда желали войти в землю обетованную, оно недалеко от этого самого караванного пути, по которому все идут в Египет. Но они не могут вернуться. Как только возникает такая мысль у них, начинают люди умирать. В стане израильском открывается поражение народа. Они умирают только заступление. Моисея спасает их от смерти весь народ. И снова и снова они пытаются взбунтоваться против Моисея трижды, вот только в этом, находясь в этом месте, и три раза они начинают, начинается смерть, поражение среди народа, и трижды только заступление Моисея спасает весь народ от смерти. И потом они 40 лет странствуют по этому клочку пустыни, в принципе, достаточно большому, это не Сахара, но вернуться они не могут. Как только у кого-то из них возникает мысль, за это следует смерть. Обратного пути нет. Дорога есть только в одном направлении. Только туда, кто пытаясь, откликаясь на призыв, желая идти за Богом, желая и стремясь к Царству Небесному, человек должен понимать, отдавать себе отчет, что это действительно шаг, это определенным образом перейти Рубикон, это действительно сжечь за собой все мосты. И обратно он никогда не вернется. Это переход в новое качественное совершенно состояние, выйти из которого он никогда жить по-прежнему, он уже не сможет. Ни у кого никогда это не получалось и не получится. Человек может погибнуть на этом пути, он может дойти до той цели, к которой он стремился, стремясь к Богу, стремясь к Царству Небесному, он может разложиться еще в этой жизни, душевно разложиться, истлевая в страстях, похотях, которые ему, может быть, до какого-то вот этого времени и на голову не приходили, но он не может начать жить так же, как жил до того, как перешел через купель, через крещение. Потому что вот в Боге есть да, а нет, Боге нет. и обратной силы таинства не имеют. А раз свершившись, они не могут человека взяться эти дары и вернуть его в исходное состояние. Вот почему это так или как это происходит, история с переходом евреев через Черное море очень емко это показывает. Кроме того, тогда, когда они переходят через Черное море и в этот самый момент, когда вода с одной стороны, вода с другой стороны, сзади преследующие египтяне, их накрывает, покрывает облако. Так что египтяне их не видят, не знают, что с ними происходит, их покрывает облако. И как говорит апостол Павел, это облако есть присутствие Святаго Духа. То есть, как мы в крещении, выходя из воды, получаем дар Святаго Духа в таинстве миропомазания, так древний еврейский народ получил эту особую благодать. Для чего? Для того, чтобы они могли пройти по пустыне, чтобы они могли, вот осеняет их и дает им особую силу, чтобы действительно достаточную для того, чтобы пережить то искушение, и те искушения, которые встретятся им в пустыне. И они получают эту благодать все. У Бога нет лицеприятий, все перешедшие получают эту благодать. Как они с ней будут распоряжаться, принесут ли они плоды этой благодати, зависит только от них. Но способность пройти через пустыню дана им всем. Способность сохранить веру среди искушений дана им всем. Так же и христиане, когда каждый христианин, проходящий через таинство крещения, получает дар Святаго Духа. Однако не все становятся святыми, не все приносят плод праведности в этом духе, не все становятся действительно укорененными в церкви, не все становятся способными творить те дела, за которые мы прославляем праведных людей. Многие остаются, как им кажется, прежними. Многие остаются без всякого плода. Это не потому, что им не был дан или таинство не был дан дух, или таинство совершилось как-то не вполне, а потому, что они сами собственной воле, собственной решимости отказались служить тому, к чему призывал их дух и данные. Они отказались идти и исполнять те призывы, которые дух им внушал. И еще один момент, что пройдя через... Во-первых, это было, точнее, в-третьих, это было великое чудо. Гораздо более величественное, чем те чудеса, которые народ видел в Египте. Потому, что до самого вот этого перехода они были в страхе и смерти. Даже видя эти чудеса, они боялись. Видя те чудеса, которыми наказывался египетский народ, они до конца не понимали природу и суть этих вещей. А тут, когда они увидели смерть своих злейших врагов, когда они видели, почувствовали не только через гибель этих врагов, а просто ощутив себя на берегу, ощутив, через какую бездну они сейчас прошли, ощутив то веяние радости, которым вдохновил, окрылил их Святой Дух, когда они проходили через это чермное море. Вот, и когда они воспели эту радостную песню, они почувствовали, да, вот теперь мы свободны. Они ощутили этот Дух свободы, которым дает Бог, который дает Бог действительно верующим в Него людям. И они увидели, что все их чаянии, все их мечты, все их желания, они исполнились. И это было залогом того, что исполнится и то, чего они ждут. Вот та обетованная земля, о которой они не знают, но которую Бог им обещал, что она наверняка будет дана им, раз Бог у них такой всемогущий. И это последнее чудо должно было их утвердить в вере, что действительно, раз это произошло, произойдет и все остальное. Но, к сожалению, получилось не так. Всего, проходя по пустыне в течение года, они искушали Бога десять раз. Я говорил, как это примерно происходило, то есть тот ропот, которым они роптали против Бога, вместо того, чтобы обратиться к Нему с молитвой, чтобы попросить Его, ожидать от Него с терпением и кротостью ожидать от Него дара, который Он им может и хочет подать, дара еды, пищи, питья. Это не каждый раз, испытывая какой-то недостаток, роптали. И вот таких мест конкретных они все отмечены, очень подробно описаны, когда Библия рассказывает о странстве еврейского народа по пустыне. Десять раз искушали они Бога в этой пустыне, как и говорит им Бог в последний раз, когда мера Его долготерпения преисполнена, когда народ горит в массе своей, то есть буквально в массе, в подавляющей массе горит желанием вернуться в Египет, вот тогда гнев Божий вспыхивает и дает страшное для них заключение. Никто из вас в землю обетованную не войдет. Действительно, почему же вот этот ропот, есть ли оправдание у еврейского народа для этого ропота? На самом деле нет. даже дело не в том, что Бог сотворил чудеса какие-то, а потом отправил их через достаточно сухую и бесплодную землю, вот в какую-то землю насыщенную жизнью. Хотя в течение года можно это потерпеть, ведь Он их не на много лет отправил. Люди выдерживают тюрьму, люди выдерживают действительно страшные страдания многолетние, а тут всего лишь пустыни, во-первых. Во-вторых, ведь кто хотел видеть, даже не имея глаз, мог видеть и ощущать присутствие Бога с ними в этой пустыне. Ведь Он не просто сотворил чудо и их оставил, Он был всегда с ними. Днем Он был в виде огненного столпа, ночью то есть ночью в виде огненного столпа, днем в виде столпа облачного никто из них не болел, никто из них не изнемогал, ни у кого одежда не сносилась. Он всегда был с ними. Он являл вот это свое присутствие и подспудно хотя бы через то, что никто из них не болел, находясь в пустыне впервые в своей жизни, так и то, что Он видимо присутствовал в виде столпа. Кроме того, примерно на половине этого пути у них была остановка очень долгая, долговременная в Синае, где они получили заповеди Божьи. Действительно произошло там много очень важных и интересных явлений, которые могли их утвердить верить. Тем не менее, никак на большую часть народа это не повлияло. И вот это ставит очень важный вопрос относительно всей духовной жизни человека, что на самом деле Бог никогда человека не оставляет. И присутствие Бога в своей жизни каждый человек может видеть и может почувствовать. И оно не просто надуманным. Бывает состояние души, когда человек не хочет видеть в своей жизни Бога. Ему так удобно. Как например замыкаются в себе люди потенциально готовые к самоубийству. Они не видят ни милости человеческой к ним, ни любви человеческой к ним. Они сами строят стену, которая отделяет его от человека, потому что им нравится быть обиженным, нравится быть злым, нравится видеть кругом зло. Им так интереснее и так больше нравится. Также и люди, которые говорят, что Бог меня оставил, на самом деле такого не бывает никогда. Человек не хочет видеть, что он не оставлен Бога. Ему хочется возроптать, ему хочется ощутить вот это состояние, как бы сказать, ну то состояние, которым руководствуется ребенок, когда капризничает. истеричный человек, когда хочет, чтобы постоянно ему уделяли внимание, то есть он хочет, чтобы он был центром земли и заботились только о нем. Он хочет, чтобы его любили и носили на руках, и чтобы он не страдал и не мучился, а в ответ на любовь кого-то к нему ничего не хочет давать. Ведь а спасается, как я уже говорил, спасается человек не потому, что он любим, а потому что он дорастает до способности любить, отдавать себя в любви. Только тогда, когда человек дорос и стал способен любить другого, а в высшей степени любить Бога, только тогда он и становится в подлинном смысле слова человеком. И именно это и есть спасение. Не любовь человека Бога к нам, а любовь наша к Богу. Ведь Адам пал не потому, что Бог перестал его любить, а потому, что он перестал любить и доверять Богу. И пока человек не искоренит вот эту недоверчивость и эту нелюбовь к Богу, он и будет вне райских чертогов. Главное полюбить Бога. А этим своим ропотом мы говорим о том, что мы хотим, чтобы жизнь наша была легкой, простой, безмятежной, чтобы она не требовала от нас ничего которые связаны с действительно очень трудным делом любви. Потому, что любовь предполагает отказ от себя, самопожертвования, отказ от своих удовольствий, привычек, от своих вообще от самости, от самолюбия ради того, чтобы любить другого человека. Самолюбие исключает любовь. И вот это именно самолюбие, желание, чтобы было все ровно, чтобы никаких жертв это не требовало, вот это желание самоугодия, самолюбия, самости человеческой, вот что движет еврейским народом в пустыне. То есть, несмотря, хотя, вот, когда читаешь Библию, просто поражаешься действительно, насколько Бог относится к ним снисходительно. Вот, например, евреи захотели мясо. Захотели, попросили, стали роптать, мяса нет. Есть еда, есть вода, пища достаточно для того, чтобы насыщать и не иметь жажду, но им захотелось мясо, потому что, ну вот, оно вкуснее, оно сытнее, оно радует нашу плоть. Она не просто дает силы идти, она именно наслаждение дает, наслаждение, и Бог дает по их желанию. Он, раз они просили, Он дает. Другое дело, что от от жадности своей, от того, что они, ну вот, даже благодарность, даже благодеяние Бога, Божьи, не могут воспринимать благодарностью. Это пища, ропотом, выключенной ими у Бога, она становится для них смертной. И много других эпизодов, когда человек, Бог, именно снисходит к их немощи и пытается исполнить практически любой их каприз только для того, чтобы показать, да я здесь, я с вами, я вас не бросил, пойдем дальше. И когда последнее самоискушение, когда еврейский народ доходит до земли обетованной, и они посылают от каждого колена разведчиков, разведчики идут, чтобы посмотреть, как земля устроена, как там, где слабые места, то есть с военной точки зрения посмотреть на эту землю обетованную. Возвращается, несут плоды этой земли, видимое явление того, что действительно земля особая, земля достойна того, чтобы они в ней жили, так можно сказать, что Бог действительно их не обманул и привел их в землю, которая богата, в которой не надо сильно напрягаться, чтобы получить урожай. До сих пор до трех урожаев год собирает в этой земле, несмотря на то, сколько лет веков тысячелетий прошло с той поры, что сколько войн прошло через эту землю, сколько грехами отравлена была эта земля, вытоптана конями, сожжена огнем, съедена арабскими овцами, и тем не менее до сих пор она дает три урожаи в год. Что же было там раньше, когда евреи только шли туда? и вот несмотря на это разведчики еще добавляют, что там люди очень сильные, они так просто не сдадутся без боя, и народ закричал, видя вот это богатство земли, он сказал, да не нужна нам эта земля, почему? Потому что эту землю надо завоевывать, ее надо брать своим трудом, для того, чтобы она была моей, надо что-то сделать для этого. Бог не принес ее на блюдечке с голубой каемочкой именно так, вот без всякого труда человеческого даром, но не без человеческого труда, а вот к этому труду они оказались не готовы, каждый хочет получить дар, хочет быть счастливым, но трудиться для счастья человеку очень трудно, тем более, когда этот труд получается вот такой, духовный, напряженный и совсем ими неожидаемый, и они ничего лучше не придумали, как воскликнуть, что мы вообще в эту землю не пойдем. И вот, то есть они не раскаялись своему порсти, они не отвергли этот старый образ жизни, доверия и любви к Богу, они хотели жить для себя, и ради того, чтобы жить только по собственным страстям, они готовы были вернуться в рабство, и тем самым лишить вот той возможности, той задачи, ради которой, не исполнить ту задачу, то предназначение, ради которой был этот народ создан от Авраама, чтобы жить перед лицом Бога, и чтобы среди этого народа родился Спаситель мира. И тогда, когда их мера ропота, их мера противления Богу, их мера самолюбия, и мера Бога противления достигла определенной точки, Бог разгневался на них и изрек вот этот приговор, по которому никто из здесь находящихся в этот момент людей, никто не войдет в землю обетованную, только их потомство через 40 лет. Среди этих разведчиков было двое, Иисус Новин и Халев. из колена Иудова. И вот эти два человека, они убеждали своих соотечественников, своих единоплеменников не роптать, что Бог же всегда показывал свою силу, что Он всегда был с ними. И действительно, в пустыне был эпизод, когда евреи разгромили местное войско, так скажем, по нашим бедуинов, амаликитян, которые напали, они, будучи, не имея большой воинской подготовки, во многом слабо вооруженные, они оказали сопротивление, победили амаликитян, только потому, что Моисей стоял на горе и в форме креста держал руки, распростертыми на поле брань. И благодаря вот этому благословению, этому распятию, оно является одним из прообразов крестного распятия, крестного страдания Иисуса Христа, они победили своих врагов. То есть, опыт у них был, что они могут, если Бог с ними, они могут удалять. И не то, чтобы они не верили, вот, как бы по немощи, они не хотели верить, это было именно упорство воли, не хочу, не хочу делать это, не хочу, потому что, ну вот, не хочу и все. Никакой причины у этого не хочу не был. Это, как потом будет говорить на эту тему апостол Павел, потом будут, до него будут пророки обличать народ такой термин интересный библейский жестоковыйность, то есть, медные лбы, железные шеи, которые не хочет склониться перед Богом, а вот это упрямство человеческое, хочет, чтобы было так, как ему хочется, а не так, как задумал Бог. А главное, что ведь Бог ищет сердце ему доверяющее, сердце, которое само открывает себе и кладет на ладони Богу. А если люди запираются, упорствуют, не хотят смиряться, покоряться, хотят делать все по-своему, говорит о том, что они не готовы, они не способны, не желают, они ничего не желают делать для того, чтобы вернуть себе потерянный рай. Вот, и вот этот момент и шествия по пустыне вообще, и вот именно конкретно того искушения, которое случилось перед самой землей обетованной, ставят такой вопрос, который в таком образном, житейском, историческом виде, который потом будет поставлен богословски, что человек с Богом, они непременно должны сотрудничать. С точки зрения богословия, этот термин называется синергия, содействие, Бог, совместное действие, Бога и человека. Бог дает даром спасение, Он все делает для нас, но спастись без нашей воли, без нашей готовности меняться в соответствии с полученным даром, без нашей готовности терпеть то, что происходит в связи с обстоятельствами жизни и терпеть в соответствии с заповедями Божьими, вот без нашего этого соучастия воли спасения невозможно. Оно с одной стороны дается даром, а с другой стороны мы должны что-то вытерпеть, что-то перенести с готовностью ради вот этого дара, чтобы действительно его сводить, потому что корень греха, как мы с вами говорили это на самых наших первых беседах, он в человеке, он в том, что человек запирается от Бога, не доверяет Богу, не любит Богу, и вот эта возможность измениться человеку, дорасти до состояния любви, оно Богом открывается, и Царство Небесное, и надежда Царства Небесное открывается, ну, от человека зависит, и будет ли он любить, готов ли он любить, хочет ли он любить, вот, то это все от него, поэтому действует совместно и человеческая воля, и божественная воля, поэтому богослужебных текстов мы всегда видим, читаем, слышим, что все в мире благодать, все дается даром, все из дар Божий, и в то же время мы ублажаем мучеников, ублажаем преподобных, ублажаем апостолов за их труды, вот, потому что действительно это их человеческий вклад в то освоение благодати, которое они получили от Бога. акцент в 2 неподалек утро завтра до как